Почему вы пешеход не пропустили на пешеходном переходе? Как же не пропустил? Ну прям пел. Боялся, побыстрее проехать, не дай бог зашибут. Такие диалоги между сотрудниками ГИБДД и водителями случаются и зимой, и летом. Конца и края им не видно. Вообще-то всех рассудил Верховный суд еще в 2012-м, но раз некоторым даже и он не указ. Руководитель ГАИшного ведомства Михаил Черников поясняет для непонятливых, если пешеход не был вынужден изменить направление или скорость движения, автомобилиста следует оставить в покое. Вот беда. Доказать, что дело обстоит именно так, в большинстве случаев очень сложно. Юристы, которым по роду деятельности приходится разбираться во взаимоотношениях водителей и карательной машины ГИБДД, говорят, что в последнее время такого рода споров становится все меньше. Несправедливо наказанные предпочитают не идти в суд, а заплатить штраф. Хотя способов прояснить ситуацию больше, чем кажется на первый взгляд. Доказывания у нас из чего складываются? Это свидетельские показания, в основном свидетельские показания, наверное, пешехода, которого, по мнению инспекторов, не пропустили. Видеорегистраторы, другие камеры, то есть других транспортных средств, либо стационарные камеры. Также могут быть приняты во внимание и свидетельские показания не пешехода, а тех, кто видел эту ситуацию. А вот захочет ли пешеход тратить в свое время и нервы? По идее, должен был бы, но только оно ему надо. То есть он, может быть, должен был бы побороться за справедливо, за то, чтобы другие пешеходы, так сказать, не подвергались опасности. Но штраф взявляется государством, они не в пользу пешехода за нарушение правил проезда пешеходного бюрехода. Поэтому никакого интереса у пешеходов остановиться нет. Такая несознательность печалит общественников. Тем более, что невоспитанные безобразники на дорогах все еще встречаются. Могут и руками обмахать, а то и еще чего похуже. Бывает. Бывает. И частенько бывает. А где бывают чаще всего? На перекрестках, как обычно. Иногда руками машут, поругают еще, то, что проходишь. Они же быстро едут. Павел Степаненко, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин